друзья всем привет и сегодня на обзоре весьма своеобразно и легендарные дак пуцы или лягушки кому как удобнее от компании LLBIN я считаю это просто незаменимый обувь в любую непогоду в этом сезоне это наверное самая актуальная обувь для прогулки по заснеженной москве почему-то на российском ю тубе обзор на LLBIN отсутствует не знаю с чем это связано поэтому друзья я решил снять свой ролик расскажу вам о плюсах и минусах данных ботинок покажу как же детально они выглядят напомню что именно LLBIN и был основателем данного типа обуви и более 100 лет уже шьется в США в штате Мэн будут затягиваться история и со вступлением перейдем более детальному обзору конструкция этих ботинок из себя представляет такой гибрид низ выполнен из цельной резиновой калоши а вот верх из очень мягкой приятной кожи кожаный верх пришит тройной строчкой галоши нитки здесь спащеные и вся эта конструкция для полной герметичности проклеена следы клея думаю видно было как и с внешней стороны так и с внутренней визуально это конечно не очень эстетично но главное это надежность и защита от воды которую эти ботинки выполняют на все сто процентов вверх это цельный кусок кожи здесь язычок не пришивается отдельно он здесь является частью всего кожаного верха благодаря чему вода не проникает ваш ботинок и есть небольшой недочет с люверс на видео это возможно не очень видно но они уже с завода с облезлой краской как будто их уже поносили а вот внутренние части люверсы имеет такие заусенцы они не гладкие и со временем из-за этого могут быстро очень изнашиваться шнурки и вот немного торчат нитки как мы видим но это все больше к эстетическому на функциональность ботинка это никак не влияет ну а сами шнурки здесь очень гармонично вписываются в дизайн самих ботинок они здесь вощеный их можно гнуть можно сделать из них сердечко можно завязать вот таким вот необычным способом можно там включать фантазию и шнурки гнуть как захочешь они принципе такие же как у тимберлендов у тимберлендов они по-моему мягкие а эти такие прям пощеные жесткие до купил я ботинки на авито новые абсолютно и столкнулся такой проблемой когда я выбирал эти ботинки вообще в москве негде померить нет по сути никто не продает такую обувь померить и понять что и как нет возможности до этого больше мерят размер и я вот нашел свой размер там десятка списался с продавцом все было хорошо вроде мой размер потом я спросил размер постельки и он сказал очень маленький размер я очень удивился почему так 26 сантиметров постельки что-то было и 27 думаю десятка минимум 28 29 а потом вот я уже узнал такую информацию что визуально эти ботинки что женские что мужские они не отличаются но размеры женский 10 вроде бы до большой размер мужской 10 мой примерно размер женские 10 это будет как наш там 41 42 так что будьте внимательны когда если покупать скорее всего только на авито других вариантов наверное нету и вот на что нужно обратить внимание при покупке на женских ботинках перед цифрой там 8 9 или 10 будет идти буква w что означает woman у меня просто идет размер 11 м у данных ботинок конструкция просто максимально простая убираешь стельку под стелькой идет сразу же уже вот такой железный хороший супинатор сама стелька очень мягкая анатомической толстая вообще за счет стельки и вот резиновые подошвы ботинки очень мягкие и комфортные они примут как кроссовки на моей стельке брендинг идет с внутренней стороны и написан мелкими буквами бывают встречаются стельки где с внешней и большим буквами написано лб но и хочу еще добавить про саму подошву если ее сравнивать с ретвингами например с моими челсами или мог той а носила эти ботинки в основном зимой то это подошву просто великолепно подходит для зимы она максимально минимально точнее скользит великолепно себя показывает в этих условиях но есть один минус который учитывайте друзья при покупке так как этого вы все-таки создавалась для охоты для похода по полям лесам каким-то пересеченным местностям и болотом соответственно в городских условиях она очень быстро сотрется подошва похоже очень по жесткости примерно на креповую если кто-то сталкивался с крепой подошвой а если кто-то не сталкивался то она стирается на асфальт очень быстро поэтому покупая рассчитывайте что лучше конечно такую обувь носить именно в лесах полях деревне возможно на даче но если будете ходить по асфальту сотрете достаточно ее быстро вот такой вот фирменный албиновский рисунок на подошве в виде цепи что позволяет прекрасное цепление с разными видами поверхности снег лед грязь и плитка например или асфальт данные ботинки я купил именно вот для спасения и сохранения своих ретлингов так зимой неважно москве там 0 или плюс 15 у нас нет как такового снега у нас можно сказать просто снежная жижа это смесь реагентов грязи бензина и один раз попадал такую жижу твоя обувь сразу же разъедается являются со временем точнее на следующий день об дарскал уже появляется такие белый налет соляной а вот на этих ботинках сколько я поэтому жижам не ходил сколько не бродил в общем то ничего с ними не случилось то есть резина держит удары от реагентов и плюс что еще немаловажно резина очень хорошая оказалась при этом минус 15 она не лопнула тоже показал себе великолепно и наверное лобины я не зря ранее я немного оговорился от нуля до минус 15 они плюс 15 и вот собственно наглядный пример снежной жижи это мои red wing челси на них налет от реагентов точнее налет белый я убрал и вот остались такие следы от реагентов я еще не выводил их уксусом и не реанимировал кремом ну вот собственно наглядный пример после red wing of как выглядит резиновые сапоги так сказать никаких следов от реагентов на них нет возможно так были любые резиновые сапоги не только и лобиновский я не знаю может быть нюха может быть у лбин просто какой-то особый состав резины но я думаю что на самом деле просто резины не реагирует на реагенты а еще я думаю многие замечали на дакбутсах имеется вот такой аутентичный каблук каблук здесь не просто так он имеет свою функциональность благодаря тому что каблук немного утоплен он защищает вас от забрызгивания ваших джинс грязью но этот каблук очень сильно спасает в отличие от тех же челси где каблук прямой в непогоду джинсы всегда всегда в грязи а вот этот каблук грязь снег неважно ваши джинсы всегда будут чисты также на пятки имеется петля для удобного одевания ботинок и усиленной конструкции чтоб пятка не сминалась и ботинки держали форму и так главный минус этих ботинок да не защищает прекрасного дожди от снега от непогоды но так как все это резиновые обувь то нога здесь не дышит и соответственно происходит конденсат ваша нога потеет изнутри если не снаружи она намокнет то изнутри просто будет тоже мокрая но что можно сделать я делал так я брал два носка один хлопковый другой шерстяной шерстяной собственно влагу сохранял тепло обычный хлопковый носок оставался в тепле в общем-то друзья учитывайте этот момент но если вы уходите не очень долго не знаю там где-то может часа три-четыре можно них уходить ничего не будет они в общем-то не спотеет нога будет себя чувствовать достаточно комфортно но уже чуть больше все нога начинает потеть так будет вообще очень-очень много аналогов на я сам популярный сарел крокс и наверное спорит обсайдер и камик все они в общем-то плюс-минус похожи свой функционал они выполняют великолепно если кстати у вас есть друзья тоже дакбутсы напишите расскажите какие как впечатления нравится не нравится будет очень интересно ну а я в конце как обычно покажу как же данные ботинки сидят на ноге на этом я с вами прощаюсь с вами был коломба всем пока дакбутсы мне кажется название имеет не только потому что в этих ботинках ходили на охоту за утками но и так как сверху они выглядят как перепончатая лапа утки но или лягушки